Добрый день, меня зовут Леонов Сергей, я психолог, автор проекта осознанно питание.рф Сегодня мы с вами поговорим о том, что делать, если у вашего ребенка расстройство пищевого поведения Каков будет алгоритм действий в такой ситуации Первонаперво важно спросить себя, есть ли рядом, то есть в вашем городе или в близлежащем городе, недалеко от вас специализированная клиника по лечению расстройств пищевого поведения Сразу скажу, что специализированных клиник, к сожалению, у нас в России практически нет Не считая одной клиники в Москве частной и одной государственной клиники тоже в Москве Однако это может быть специализированное отделение в рамках какой-то из психиатрических клиник Возможно в перспективе они будут открываться все больше, так же как и частные клиники Поэтому пока это информация на сегодняшний момент Если такая частная клиника в вашем городе или в близлежащем есть А поскольку смотреть ролик могут еще и люди из других стран То возможно у вас ситуация другая, нежели в России То тогда, конечно, если такая клиника есть, то надо в первую очередь обращаться туда Почему? Потому что там работает целая команда специалистов Это и врач-психиатр, это и психолог, психотерапевт, диетолог, консультант по питанию, анестезиолог и так далее Это, как правило, возможность стационарного лечения, если есть угроза для здоровья Мы говорим об этом чуть дальше Это возможность сразу же сдать анализы, получить необходимое обследование Оценить адекватно все риски В общем, это в данном случае будет самый подходящий вариант помощи Но, к сожалению, реалии таковы Что таких клиник пока практически, если мы говорим про Россию, нет Не считая Москву И поэтому чаще всего родители вынуждены на этот вопрос, к сожалению, отвечать нет Однако это не значит, что нужно сложить руки Следующий вариант в этом случае Очень важно оценить, есть ли угрожающие здоровью и жизни видимые признаки в течение последнего времени Я сразу скажу, что перечислил только основные Есть еще дополнительные Это индекс массы тела ниже 16 И потеря не менее полукилограмма веса в неделю Здесь важно и то, и другое Сам по себе индекс массы тела не будет столь информативен Без понимания того, как менялся вес на протяжении последнего времени Давление ниже 80 на 50 Пульс менее 50 ударов в минуту Наличие суицидальных мыслей или уже каких-то конкретных попыток На фоне именно потери веса, на фоне контроля питания То есть не по каким-то другим поводам Ну хотя если возникают суицидальные мысли или действия по любым другим поводам Это тоже повод сразу же обратиться за психиатрической помощью Регулярная либо кровавая рвота Неконтролируемое использование слабительных либо мочегонных средств Постоянная слабость и вместе с ней обмороки Если какие-то из этих признаков вы замечаете Естественно не обязательно все, даже какой-то один из них То очень важно понимать, что надо срочно обратиться к любому психиатру В том числе муниципальному, участковому Для того, чтобы он более точно оценил риски Оценил состояние, возможно направил на дообследование Какие-то дополнительные И возможно дал направление на помещение в стационар Это может быть стационар, если мы говорим про подростков Подросткового отделения психиатрической клиники Либо это может быть соматическое отделение Какое-то из больниц Потому что если есть угрожающие здоровью жизни Видимые признаки в течение последнего времени То здесь в первую очередь речь идет про восстановление здоровья И про исчезновение рисков для жизни Причем это те признаки, которые вы как родители Большинство из них можете оценить самостоятельно Если же никаких из этих признаков нет То есть вы оценили, но нет, не соответствует ни один из них То только тогда Вы задали себе следующий вопрос Есть ли рядом психолог, психотерапевт или психиатр Который специализируется на расстройствах пищевого поведения Рядом это опять же в вашем городе Либо в городе, до которого вы можете доехать На очный прием И здесь очень важно Не просто психолог, психотерапевт, психиатр А тот, кто специализируется дополнительно на расстройствах пищевого поведения Это очень важный пункт Очень важно, чтобы специалист понимал Все нюансы, все тонкости Как расстройств пищевого поведения в целом Так и того, как они проявляются конкретно у подростков Чтобы он имел опыт работы с подростками и опыт работы с людьми С подростками, с детьми, у которых есть именно расстройства пищевого поведения Если такой специализации нету Хотя сам по себе специалист хороший Или вам его там рекомендовали, допустим То я не рекомендую обращаться Поскольку это может привести к затягиванию времени К тому, что симптомы РПП будут сохраняться Соответственно, влиять на здоровье Будет потрачено время Зря риски будут возрастать Если такой специалист есть И, кстати говоря, если вы один из рисков обнаружили для здоровья Обратились к психиатру И даже, например, было стационарное лечение То параллельно, либо потом Очень важно тоже обратиться к такому специалисту Для прохождения полноценной психотерапии при РПП Иначе есть риск даже после стационара Возобновление, например, веса и исчезновение Вот указанных выше симптомов Есть риск вернуться к исходному состоянию Вот Если такой специалист есть То, конечно, лучше обратиться очно Поскольку на очном приеме Специалист при визуальном осмотре Может увидеть ряд маркеров О которых ребенок, подросток может не сказать Но они будут видены Однако реалии, опять же, таковы, к сожалению Что не всегда такие специалисты есть в доступе На расстоянии вытянутой руки И тогда есть другой вариант Это обратиться онлайн Психологу, психотерапевту, психиатру Также, который специализируется на РПП Но уже онлайн А раз онлайн, значит выбор очень сильно расширяется И это может быть специалист из другого уже Какого-то далекого города Из Москвы, если вы, например, там не в Москве Не в каком-то крупном городе Или там из Питера, из Екатеринбурга и так далее Это может быть специалист из другой страны Русскоговорящей в том числе Вот То есть здесь выбор гораздо больше И в любом случае здесь вы точно можете кого-то найти Да Есть ряд ограничений при онлайн приеме В отличие от очного приема Но лучше обратиться к такому специалисту Нежели не обратиться ни к какому Либо обратиться к местному психологу Или психотерапевту, да, или психиатру Но у которого, к сожалению, нет опыта работы с РПП Это первичный алгоритм действий Если вы наблюдаете Или у вас есть подозрение на то, что у вашего ребенка Есть расстройство пищевого поведения Это только начало работы Но чтобы хотя бы примерно сориентироваться Что и как нужно делать Конечно, этот алгоритм не описывает все сложности И он не описывает дальнейших шагов Работы уже по лечению и восстановлению от РПП Только самое начало Но тем не менее, для многих родителей Это тоже, я надеюсь, может быть важным и полезным Спасибо Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!